Хотел бы также проинформировать вас, что 12 октября, через день, по предложению российской стороны, должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия наш сосед и союзник, а также союзник Армении. Эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. Естественно, история отношений между нашими странами, она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегой. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает, хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Пример, министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана. А 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может. У него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это все все видят, но это надо говорить и исходить из этого. Завершая свои комментарии, хотел бы еще раз сказать, что что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мы готовы идти на это. Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае, если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги к правде, не к Азербайджану, а к правде и к международному праву. Продолжение следует...